В 90-х годах в России был создан олигархический капитализм. Создается система негосударственного руководства экономикой. Негосударственного, то есть экономикой России руководили олигархи в своих интересах. Крупные, те, которые накачали мускул. Их цель. Руководить экономикой страны не на государственном уровне. Примаков, он и его правительство не сумели выдавить. Хотя и хотели, но не сумели выдавить олигархов. Из руководства экономики и олигархи правили страной. Про инфляции в России за 98-й год 84,4% против 11% за предыдущий. Чувствовалось, что потеряно вожье управление в любой отрасли. Это такая инфляция безумная, как 99-го к 1 января. Там вопрос, скажем, вот сказать большие предприятия в Москве. Завод Станкалит, понимаем. Серп и Молот, тоже понимаем. Туполевская фирма, понимаем. Туполевская фирма, она уже застроена, там уже общение еще. АЗЛК. АЗЛК, ЗИЛ. Но они именно в то время не выдержали вот этой, так сказать, ситуации. Они выдержали почему? Ну, они не конкурентоспособные были. Институты сократились, ну, в частности, вот наш институт сократился в 7 раз по численности, да. При советской власти наш институт был порядка 6 тысяч. А на момент, когда мы стали создавать концерн, в институте работало около 700 человек. То есть, вот масштабы бедствия, что называется. Вот интересно, у нас же нет действительно мартиролога погибших заводов в 90-е годы. Что потеряла страна? Какие отрасли полностью исчезли в 99-м? Страшно подумать даже, что, к сожалению, в первую очередь были практически уничтожены технологические отрасли. Базу всей промышленности. Электроника, приборостроение. Полностью под ноль. И станкостроение. Практически под ноль. Шарик и подшипник исчез. Его нет. Станки исчезли. Вы же помните вот эти громадные прессы. Под ноль. Он по всему миру поставлял, они были востребованы, но вот его не стало. Ну вот объясните мне. Из 262 заводов, казалось бы, полностью погибших в 90-е, оборонка прежде всего, Путин, вернул в итоге к жизни 187 предприятий. Из 262 заводов из руин 187 предприятий вернулись. Почему никто об этом ничего, именно так, ничего вообще не знает? На самих заводах, 262 завода, еще раз под нож. Но есть и другие цифры, еще страшнее. Олег Дмитриевич Бакланов, бывший секретарь ЦК КПСС, герой социалистического труда. Он отвечал в Советском Союзе за промышленную политику. Олег Дмитриевич, напомните, пожалуйста, 91-й год, сколько мы продавали СССР оружие на мировых рынках? На какую сумму? Где-то 35 миллиардов долларов. А американцы? Ну, они примерно так же продавали. А 92-й, когда младореформаторы развернулись? А потом, после всех этих событий, мы скатились до 5 миллиардов в год. А американцы выросли до 35. А они поднялись сразу вдвое, просто рынки наши перехватили, американцы? Ну, они наши рынки взяли на себя все. По всем параметрам так. Вот так от 35 миллиардов долларов осталось 5, в 7 раз меньше. Говорит Николай Паничев, легендарный советский министр. Не только же оружие мы продавали в страны, в соцлагере. У нас основные были покупатели оружия на Ближнем Востоке, Индии. По большинству контрактов, которые были сделаны в советское время, были прекращены поставки электроника, приборостроения и станкостроения. То есть мы всего кошмара. Вот с началом приватизации гибели величайших русских заводов, чья продукция продавалась, причем в лед шла на мировых рынках, мы всего кошмара не знаем. Объясните, пожалуйста, почему младореформаторы убивали те заводы, которые кормили всю страну? Не градообразующие предприятия, а бюджетнообразующие заводы страны. И шли живые деньги, не зачеты, как с Кубой или Эфиопией в долг писали, да, продажа оружия. Почему именно эти заводы пошли под нож? Ну неужели непонятно, почему? Почему именно те заводы, которые, как в 90-м году в Питере, завод систем числового и программного управления, с итальянцами построены, новенькие, на нем вдруг сигареты Петр Первый стали выпускаться вместо ЧПУ для станков? Там, где формировалась концепция по России, там не было даже и в помине развития промышленного потенциала. Россия нужна там, как сырьевой придаток. От России нужна нефть, газ. Если станки с ЧПУ продаются, если сухие продаются, как могла прийти в голову великая фирма Симонова, которую Путин спас, Су-27, пришла же в голову идея делать там китайские велосипеды на этом заводе. Где сушки? Значит, кому-то это нужно. Забирали заводы, забирали деньги и исчезали. То, что было связано с оборонным комплексом, это стало предметом откровенного черного бизнеса. Андрей, вот мы часто в России сегодня говорим об олигархах, называя известными нас, список Форбс. Я скажу, что еще человек 300 запросто можно заносить в этот список, но они просто не оглашают свои доходы. Те, кто занимались распродажей нашей армии. Которые стали олигархами на боевой мощи остатков советской армии. Билл Клинтон. 25 октября 1995 года дату называют. Наши разведчики добыли выступление президента Соединенных Штатов на закрытом совещании Объединенного комитета начальников штабов американских. Последние 10 лет, 1995 год, политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность нашего курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока, используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность сначала Горбачева, а потом Ельцина и их окружения, в том числе используя тех, кто занял откровенно проамериканскую позицию. Мы, внимание, добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы, правда с одним существенным отличием. Мы получили сырьевой придаток, Россию, не разрушенное атомом государство. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но мы уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили различного сырья из России за копейки, на 15 миллиардов долларов. Шатав идеологические основы России, мы сумели бескромно вывести из перманентной войны за мировое господство государства, составляющая основную конкуренцию Америки. Они атаковали Советский Союз не ракетами, а атаковали так называемый soft power, мягким оружием, идеологическим, информационным, психологическим и так далее. И в итоге, захватив позиции в руководстве страны и парализовав гражданское общество, в чем большая вина состоит и в коммунистической партии, они взорвали страну, победили. И вы, наверное, слышали, как Саманта Пауэлл, как на Организации объемных наций, визжала нашему представителю. Вы побежденная страна, вы не смеете так разговаривать, вы не смеете так унижать Америку. Вы побежденная страна. Это же сейчас миф и ложь, что не было выбора. Пришли и спасали. Скоков хотел быть премьером. Покойный Юрий Скоков, выходец из оборонки, госсекретарь тогда, хотел быть премьер-министром. Перед Гайдаром и не он один. Хазблатов хотел, был готов. Рудской был готов. Попов имел беседы на эту тему. Думаю, что остальные тоже имели беседы. Короче говоря, выборов было более чем достаточно. Если эти выборы суммировать, по существу это были варианты китайского перехода. Гайдар журналист. Как можно было брать журналистов на эти роли? Потому что рекомендовало посольство США. Ну, сейчас скажу разговор с Борисом Николаевичем Моем. Вот вы говорите, что вариант, который предложен с правительством Гайдаром, неприемлем для России. Сколько вам нужно, если вы станете, для того, чтобы переделать страну? Премьер-министром. Борис Николаевич, в хорошем варианте 10 лет, в среднем варианте 15 лет, в плохом варианте 20 лет. Быстрее я не берусь. У нас не страна, а военный завод. Он говорит, я не хуже вас знаю этот военный завод. Но вот, американцы предлагают с Гайдаром 37 миллиардов долларов. Как бы вы поступили на моем месте? Гайдар плюс 37 миллиардов в подарок. Я сказал, Борис Николаевич, 37 миллиардов перевешивают любого Гайдара. Если бы эти деньги у вас были, то можно сократить все эти сроки, о которых я говорил, примерно каждый на 5 лет. Потому что это же не бумажки к нам придут. Как и в ленд-лист придут вещи, которых нам не хватает, которые нам дадут, и так далее, и так далее. Гельцин, конечно, денег не получил. Соответственно, организовать альтернативное какое-то развитие он не смог. Поэтому осталось это все в сполошной развал. Прошли годы. Был юберей Борис Николаевич. Борис Николаевич уже выпил, конечно. С ним сидит Клинтон. И вдруг Борис Николаевич замечает меня. И вспоминает весь этот разговор, видимо, об американской помощи. Он поворачивается, берет за грудки Клинтона. Говорит, Билл, где деньги, которые ты мне обещал? Да. Все это было бы весело, мне было бы так печально. Вот он показывает на Коле. Он дал, что обещал. Почему ты не дал? Что Клинтон? Похохотал. Похохотал. А мы заводы потеряли. Похохотал. Я принес Борис Николаевичу документы, где порт-находка ушел за 120 тысяч долларов. Он говорит, ну и что? Инвестор же сейчас придет. А прибыль у этого порта, многомиллионная погода. Порт-находка. Представьте себе. Торговый порт. Или, допустим, Ачинский металлургический комбинат уходит за 200 тысяч долларов. Ачинский генозем знаменитый. Или Уралмаш. Это не город, а городище завод. Где начиная от плавки и заканчивая выпуском готовой продукции. Есть другой классический пример, как действует частный иностранный бизнес. Покупается химкомбинат в Тульской области, который может быть конкурентом производителей химической продукции за рубежа. И он просто-напросто закрывается. И людей выкидывают на улицу. Все. Вот это действительно как-то надо осмыслить, потому что в конце 50-х годов план дропшот американский. Бомбардировка ядерными ударами с суши, из воздуха, с подводных лодок, ядерная бомбардировка Советского Союза. По плану дропшот должны были бы быть стерты с лица земли. Прежде всего российские заводы. Более трехсот. Кайдара Чубайса ведь сделали по факту то же самое, только без ядерной бомбы. Я вам приведу пример колоссальный, который нельзя игнорировать. Всем очевидно, что будущее энергетики – это уголь. Мы за деньги американцев в 90-е годы уничтожали свои угольные шахты и угольные разрезы. Тули почти все уничтожили. Это Кузбасс. То есть мы за деньги Соединенных Штатов, они финансировали этот процесс уничтожения, причем очень на невыгодных для нас условиях, ядерного, химического оружия. Это интересно, действительно ли я, например, в это не верю, что американцы с их согласия при их одобрении назначались министры в наше российское правительство. Ну, едва ли в прямом смысле согласовывали, а то, что вот они рекомендовали, вокруг Чубайса огромная плеяда выходцев из ЦРУ болталась. Советники, да, по приватизации, а точнее ликвидации нашей оборонной промышленности. Совершенно верно. Более 30 кадровых офицеров, целый отдел на шестом этаже госком имущества у Чубайса, американские советники, во главе с господином Хегом. Да, совершенно верно. Причем специалисты были именно по экономической разведке. Что мы выяснили, что американцы вот нам ни одного доллара просто так вот не дали. Они оплачивали поставки своей техники. Для уничтожения нашего оружия. Новейшие ракеты, боеголовки уничтожали. То есть они финансировали своего производителя. И оставляли нас без оружия. И оставляли нас без оружия. В голове. Это очень выгодная для них сделка. Приезжает группа специалистов для консультации. Обязательно ЦРУшники и так далее. Сколько получали? Ну, например, 16 тысяч долларов только за то, что они там на пару дней прилетели, проконсультировали нашу. А платили мы или американцы? А вот из этого как раз программа... А из того, что они должны были дать нам, американцы, они еще и себе платили вот такие гонорары. Нашим практически ничего не доставалось. Они поставляли свою технику для резки ракет и так далее. И когда пытались даже наши военные контрразведчики, что нельзя их допускать, из Кремля такие грозные оклики неслись. Вот, они за свои деньги помогают нам, России им нужно в ноги кланяться, а вы их там не пускаете и так далее. Они приходят на объект, обследуют там и устройство боезарядов и так далее. Они получали столько информации, сколько ЦРУ, наверное, за все время существования ядерной программы СССР не получало. Я думаю, что американцы имели очень сильное влияние на формирование кабинета министров и на кадровую политику вообще. В целом по стране. По крайней мере, что касается высшего эшелона власти. Конечно, лежат в первую очередь американские рекомендации. То есть не только приватизация, но и ядерная безопасность, например. Ведь мы же шли к урановой сделке. Сегодня уже печально знаменитые. В тайне от всех, в тайне от Госдумы. Из 500 примерно имеющихся. Тон урана. 500 был передан Америке за тысячную долю его потенциальной совмести. То есть, чтобы было понятно нашим зрителям, Борис Ельцин в обмен на политическую поддержку и, внимание, кредиты Международного валютного фонда, кредит, который надо будет с процентами отдавать, фактически подарил, не продал Соединенным Штатам, а подарил, за копейки отдал. Весь наш 500 тонн, 235-й уран, начинка для атомных бомб, топлива для всех наших ядерных зарядов, боеголовок. Да, вот в том-то и вся крупномасштабность этого государственного преступления. То есть Россия осталась без урана? Да юре, Россия уже осталась без урана, и поэтому только не посвященные в это удивляются, почему американцы так спокойно, я бы сказал, нагло вышли из договора по противоракетной обороне. Они же тут и датчики поставляли, поставили всю систему слежения с ядерными арсеналами. То есть полностью разоружали? Да, 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 разоружали, и вот все вот, они щедрые и так далее. Ну, я не помню случай, чтобы американцы кому-то один доллар дали. Американцы, страна победитель, старалась делать все для того, чтобы обезопасить себя на будущее. Ведь есть международное соглашение о нераспространении ядерного оружия, по которому нельзя торговать оружейными материалами. Американцы не только забрали у нас почти весь 235-й уран, крохи остались в стране, чтобы никогда больше в таком количестве 30 тысяч ядерных зарядов мы, Россия, не могли бы эти ядерные заряды произвести. Но и заставили нас, Российскую Федерацию, переработать свои запасы 235-го урана в некий концентрат, где его доля, внимание, была бы уже не более 4%. Мало кто об этом говорит, что американцы финансировали очень долго все склады, куда свезли все наше ядерное оружие. И посол Страус трижды был в Арзамасе 16-м, в ядерном центре. Как там идет разоружение? Люди озверели, люди воображали себя вершителями судеб страны. Олигархи озверели? Да, да. К тому моменту. После дефолта 98-го Россия полностью потеряла электронную промышленность, судостроение. Гражданские суда прежде всего, ракеты на подводных подушках, все вырезали. Тяжелое машиностроение прессы, прокатные станы, производство, средства производства Путин вернул. Легкая промышленность. К 1 января 99-го года продолжительность жизни граждан России составляет для женщин 72-80-х годов, для мужчин 61-80-х, что соответственно на 9 и 15 лет меньше, чем в большинстве европейских стран. Мы, Россия, оказались на 129-м месте в мире по продолжительности жизни. Мы понимаем, что такое на самом деле 129-е место в мире. В 120-м месте была Албания, а на 128-м, прошу проверить, 99-й год, Папуа-Новая Гвинея. Там племена. Полуголые люди сегодня ходят, там племена. Они по продолжительности жизни были выше, чем мы в России. Там медицины вообще ведь никакой нет. Запредельно. Мы забыли, как мы жили. Государство в 91-м, 92-м складывалось с одной стороны, чтобы спасти людей просто от угрозы голода, который был реальным. В 99-м году, летом в разгар инфляции, премьером страны стал малоизвестный политик в России Владимир Путин. Я вот, например, понимаю очень хорошо президента Путина. Когда он стал президентом, он не мог с плеча покончить с олигархами, которые уже расставили своих людей всюду, которые уже влияли на политику, которые уже вырабатывали, если хотите, политику. Если бы он с плеча ударил, то это бы нанесло бы серьезный удар и по экономике. Да они бы рубль обрушили, конечно. Но он пошел эволюционным путем. И вот этого многие не видят. А это в его огромный плюс. Я разговаривал с очень высокопоставленным российским чиновником. И выяснилось, что он даже представления не имеет, что за последние 8 лет российская металлургия преобразилась и вышла на европейский уровень. Мы не знаем совершенно того, как быстро меняется страна. Действительно, ничего не знаем о том, что было сделано за последние хотя бы 10 лет. Почему? Потому что у нас принято бегать по подворотням и позорить нашу страну, рассказывать, как у нас все плохо, а показывать очевидные успехи. У нас как-то руки не так. За эти годы в России были воссозданы многие отрасли, которые были разрушены в 90-х, полностью разрушены. И созданы новые отрасли. В частности, это громадные автомобильные кластеры, это фармацевтическая промышленность, которая очень неплохо развивается в наших регионах. Абсолютно новые отрасли по деревообработке, производству мебельной промышленности, чего у нас вообще никогда не было. Мы не умели ничего этого делать. Сейчас мы находимся на уровне лучших итальянских мастеров. Мы кормим половину мира нашим зерном. И когда мы вдруг случайно не стали поставлять свое зерно в Египет из-за засухи... Паника началась. ...произошло понятное событие. Спасибо.